А Дональд Трамп обещал своей сопернице Хиллари Клинта, что теперь их борьба за президентское кресло ужесточится. Его явно обидело вчерашнее заявление экс-госсекретаря о том, что его нельзя допускать к ядерному оружию. Бизнесмен пригрозил, что теперь разговор пойдет по-мужски. Как так? Она лжет ФБР, еще и хочет стать президентом. Как это вообще возможно? Посадите ее! Посадите! Немедленно! Я снимаю перчатки, будет жесткий бой. Трамп больше не будет мистером хороший парень. Скажите Хиллари, что я больше не буду милым по отношению к ней. Ну теперь Трамп и Клинтон стали официальными номинантами в президенте от своих партий. Я напомню, выборы президентские в США пройдут 8 ноября. Но между тем оказалось, что речь миллиардера на съезде республиканцев просмотрели больше телезрителей, чем то же выступление просмотрели экс-госсекретаря. В то время как Хиллари собрала телеаудиторию в 29 миллионов 800 тысяч человек, за Трампом наблюдали более 32 миллионов зрителей. Бизнесмен также посчитал нужным отметить, что речь Клинтон была довольно заурядной. Но американский политик Мит Ромни назвал победу кандидата от республиканцев весьма вероятной. Он подчеркнул, что Трамп смог стать весомой политической фигурой. На мой взгляд, Трамп выиграет. Не думаю, что это будет внушительная победа, но мне кажется, что он способен одержать верх над Клинтон. Ну а Клинтон, все нипочем. Посмотрите, как резвится. В сети появилось видео, как она, ее муж и ее приверженцы уничтожили несколько тысяч надувных шаров, которые были частью финальной церемонии на съезде Демократической партии США. Демократической партии США